Рисовались люди сильно, там судьи боги вот эти с маленькой буквы и так далее, но я к чему это? На меня вышел Гусейнов, этот Рустик, но мы с ним попереписывались где-то недельки-две. Мы начали поговорить, он так пишет, печатает просто, а я ему так наговариваю. Он вышел с вопросом, что ему с собой сделать, чтобы правильно вести себя с медперсоналом, к которому он кипит злобою. И там он их так поносит, лживые суки там, твари, там мерзость. Ну, то есть молодец парень по полной программе. Написал, прислал мне свои стихотворения, вы там его отец духовный, там такие строки есть. Я никогда не буду у параши, я никогда не буду сидеть петушиной в камере, но я буду этим, которые в законе-то, как они, которые раньше-то были при советской власти, как они назывались, блатные. О, я буду лучше блатным восседать там над всеми, там что-то. Ну, я ему еще там чуть-чуть поговорил о мире, там о миротворцах. Он мне там сейчас выдал златоуста, там пелусиота, бросать жемчуг перед свиней. Я говорю, надо всем благовестовать. А он, я не буду перед вот этой мразью всей там склоняться, что-то там так. Я говорю, какой ты склоняешься? Я говорю, никто еще пред Богом. Вот, я их заверстучиваю, всех этих козлов, всех паразитов, проституток там. Короче, парень молодец, дает в стране угля мелкого, но очень много. Ну и в общем, он меня уже вывел из себя, все. Я ему сейчас отписался, сказал, ну там, кое-что рассказал ему про это. Я говорю, если бы ты пришел к златоуста или к пелусиоту и сказал, я людей вижу насквозь, этого надо проповедовать, этому не надо, то что ты скажешь, святой? Я тоже такой же, как ты, святой, значит. Я говорю, они бы тебе сказали, говорю, все, что думают о тебе. И я тоже говорю, ты никто еще пред Богом вообще. Ты вообще ничего не понимаешь и не видишь. И Игнатия Тихоновича берешь отцом. Я говорю, он просто не знает, что он твой отец, вот и все. Я говорю, ты с ним беседовал? Он говорит, беседовал. Я говорю, ну ладно, я поговорю о тебе еще. Вот сейчас звоню. А о чем беседовал? О чем беседовал? Так переписка ты беседовал, там все написано. Ты скажи, прочитай еще раз. У него было, когда он пошел в воинскую часть, и там, видимо, так же начал гордебачить, его там в лужу забил грязью, тубредкой лупил старшина. И он оттуда сбежал с Украины. Сбежал, документы прям, видно, бросил. Я говорю, это самое лучшее время в твоей жизни было, когда ты в луже лежала, а табуретка охаживала тебя. Я ему сказал, я говорю, ты не бит вообще нисколько, я смотрю. Ты Бога не боишься, людей не стыдишься. Я говорю, ты вот так вот открыто выкладываешь такие стихи, я бы их в землю зарыл на пятиметровую глубину. Другим давать читать эту меру. Марина только взглянула и говорит, ой-ой-ой, бес, это беснование какое-то. Я ему говорю, у тебя, говорю, бес или рядом стоит, или в тебе. Если, говорю, в тебе, то скоро выяснится. Ну, я уже вижу, да. Берет толкование Златоуста, мне его выкладывает и говорит, понял, что Златоуст сказал. Я говорю, я давно понял. Надо идти ко всем, по изгородям, переулкам, и всем благовествовать. А кто будет достоин, недостоин? Я говорю, мы с Игнатью Тихоновичем ходили по тюрьмам. Там какие люди-то сидят? Ну, уж, наверное, не сытые. И мы со всеми беседовали. И не было ни одного слова, кто бы поносил. Ну, было такое, что камеры не хотели разговаривать. Было иногда, редко, но было. А чтобы поносили тебя? Ну, было даже женщины. Голая раздевалась и вот такая стояла. Офицер заглядывал. Все нормально у вас? Все нормально. Я заглядываю, она просто выбирает и голая стоит. Я говорю, понимаешь, кто там был? Какие люди? И я говорю, я так отвернусь, так рукой закроюсь и говорю, вы что-то, по-моему, раздетые, я не понял. Оденьтесь, пожалуйста, потому что я с одетым разговариваю. И по благочестили, говорю, оплатки оденьте. Они говорят, ой, ой, батюшка, вы простите, простите, это мы тут примеряем что-то. И начинают говорить, вопросы задавать о Боге. А мне что нужно было сделать? Выхватить пистолет у офицера и перестрелять их в этой камере, что ли? И главное, доказывать, что не надо проповедовать, не надо таким проповедовать, не надо. А я говорю, а кому тогда? Христос к блудницам приходил? Ничего сказать не может. К мэталям приходил? Молчит. Ну, в общем, короче говоря, я говорю, все, я с тобой устал разговаривать. Говорю, давай подумаем немножко, помолимся, потом, может быть, если у тебя что-то возникнет. Ну, в общем, я его не беру на себя, я не утащу это. Я поругаюсь просто с ними, все. Он азербайджанец, азербайджанец. Я ему это сказал тоже. Он, я христианин? Я говорю, перестань себя называть христианином, я тебя прошу, перестань. Я говорю, ты никто еще. Кошмар. Кошмар. Ну, в общем, я так понял, что у вас терпежа побольше, да? Он, я его спросил, это, ну, месяца два назад. Я говорю, ты хоть в каком городе находишься? Он, а зачем вам? Я сразу перестал ему отвечать, не стал его не блокировать, ничего. Он, так что, меня забыли совсем? Отвечать не будете, обиделися. И он что? Начал по три тысячи, раз пять, наверное, переслал на Лену. А позавчера или когда? Девятнадцать тысяч послал. А-а-а. Ясно. Ну, что-то. Он ему нравится, как вы о женщинах отзываетесь. Я говорю, ты совершенно Игнатих ничего не знаешь. Я говорю, вообще. Я говорю, он, если, говорю, и к женщинам что-то имеет, он молится, говорю. И поэтому... А что именно? Что он имеет в виду? Как я отношусь? Откуда же он знает-то? Ну, вы же там в проповедях говорите и так далее, чтобы женщина как камень была и так далее. А я ему говорю, ты как камень встань. Так он так возмутился. Я как камень. Это безумие так говорить. Я начальник. Я там медсестрам указания даю. А я прям смеюсь и говорю, ну, ты даешь? Говорю, ты что из себя сделал-то? Какой ты начальник? Ты врач? Я понимаю, я был начальник геолог, начальник участка. Там у меня трактора, экскаваторы. Там солярка, бензин на мне под отчет. Я это понимаю. А у тебя, медсестре, иди там пыль протри. А она толстая и тяжело лезть. А она говорит, нет, не буду протирать. Упаду еще. Так он возмутился. И она толстая, она толстая, вот. Это она там, позвоночник у ней какой-то там. А я говорю, тогда иди отс этой работы там. Я говорю, ты заняться тебе, нечем так ругаться с людьми. Ну, сам выкидай, если тебе что-нибудь. Он где бы ни был, у него со всеми конфликт. Я ему сказал, это не в них все дело. Не в них. Я говорю, это все дело только в тебе. Это ты, говорю, такой. Потому что я уже чувствую, он конфликтует со мной. И уже мне все сказал. Ну, и кто, говорит, из нас теперь знает толкование. Такой. Я говорю, я тебе ничем помочь не могу. Говорю, все, я все, что возможно, сделал. Я говорю, давай, если такой умный. Ты же, говорю, мне написал, не я тебе. Если бы я тебе написал, то понятно, я никто. А ты же мне написал. Я попытался. О биотворчестве, говорю, не хочет. Говорю о рождении свыше. Желания нету никакого. Говорю о объясновании, чтобы поберег себя вот этими изречениями ненавистническими. Он мне сейчас заявил. Сам бы, он говорит, да, у меня злоба есть. Я ему говорю, ну вот видишь. А потом написал ему, у тебя какая-то постоянная злоба и обида. И он мне, я еще раз хочу от вас услышать о моей злобе. Почему вы так считаете? Там опять начал выяснять. С самого начала, уже две недели назад это было. И теперь опять начал выяснять. Я говорю, тебе никогда рядом, говорю, с нами, вот приехал бы ты, ты бы как Тарасов, вот, ну, даже быстрее бы еще убежал. Еще быстрее. Я бы его даже не принимал. Вот как Тарасов. Я бы знал, что Тарасов такой, я бы его не принимал. Я перед ним кручусь, приехал, брат, со своей спиной там ему эти рюкзаки там забрасываем. А он, а ты что меня подгоняешь тут все? Я говорю, здорово живешь, ты сам опоздал на два часа. Тебе сказали, как перейти и так далее. Ты там куда-то, теперь мы торопимся в службу. У нас без семьи надо стоять уже. А я никуда не тороплюсь. Опа-на. Встретили другого, доброго друга. А потом, где найти тех, кто свиньи и псы? Он не хочет идти к псам и к свиньям, потому что он их видит насквозь. Ничего себе, пророк, нашелся у нас, Рустик, Гусейнов. Ну, в общем, понятно, да? Нормально я все правильно сделал, да? Я ему сказал, ты гусак над своими гусинами, там, вот Гусейнов, не строжься, а то они тебя там подкастрируют. Ты, малейка, держись. А там ничего нету, аппаратура такая снимать, рентген. Там вообще ничего не надо. Снимок делать. А он считает такой, в Италии или где там устроился ухаживать за стариком каким-то, не получилось, вредный старик. Хотел цыплят разводить там, то ли передохли, то ли еще... Цыплята вредные. Ну, у него нигде нету мира, нигде. И я христианин, я христианин. И такие стихи позанившие. Вы знаете эти стихи его, нет? Он как-то сказал, говорит, стали играть беля с мусульманинами. Я говорю, вот если я победу одержу, ты примешь христианство. А если ты, я приму мусульман. Ничего себе. Ну, это как тот послушник, который шел от Иудея, услышал, что Христос, скорее всего, не спасительный. Да, может быть и так. И все, его сразу отстранили, и все. Так в нем, когда стали молиться, из него черным дымом повалил демон, вошел в него. Он не просто так. А учитель, он говорит, а кто ты такой, когда он вернулся? Да я ученик ваш. Не знаю я такого. Ты дорога с кем разговаривал? У него телевидение было видно. Ты что ему сказал? Так это же полное отречение. Уйди с дороги. Ну, он тогда умолял, умолял его. Ну, тогда давай молись. Из него как поволок этот дым, как будто бы нефтяное ведро горит. Ну, все, я это, пока с ним прекращаю общение, мне это не надо. То ли дело Вальтер, но до такой степени приятный человек. Все у него. Тогда мы... Все отменили по... Да, 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 да. Или все. Вот вчера он написал. Да, 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 да. Ну, это правильно вы ему сказали, чтобы он сидел? Да. Хорошо, что он мне вначале сказал, а я уже думаю, Игнат Тихонович его ждет. Думаю, надо бы сказать, что с детьми такое время. Сейчас сбивать могут просто так самолеты. Стингеров столько этих надавали этой Украине безумной. Ой-ой-ой. Сейчас еще начнут их раздавать. Тут 300 тысяч автоматов раздали, теперь Стингеры начнут всем подряд раздавать. А они самолеты сбивают. Умного ума не надо навести на этот самолет. Кошмар. Пускай пока посидит, да? Ну, конечно. Больше живой нам нужен, а не мертвый. Да. Еще трое детей. Жена, пускай русский язык учит. Глядишь, крестят. Ну, вот так вот, Игнат Тихонович. Я так посоветовался, думаю, не погорячился. Может, надо было еще повразумлять, но вижу, нет. Я говорю, у тебя фон сзади, горы, лесистые. Это как так получилось? А вот эту новую программу включили братья, эту скайповую, у меня была другая. И вот теперь у меня все время там что-то меняется. То пингвины, то горы, то там пустыня какая-то. Я попытался убрать, а там их перечисление вот такое идет. Ну, там, штук семь. И они, нету того, чтобы было невидимое. Вот, именно только это. Да. Ну, а так красиво, да? Конечно. А то, когда вам там сделали какие-то барельефы, зелень какая-то и барельефы какие-то непонятные. Ну, вот так вот и я ничего не знаю, что сделать. Спросил там у этого Николая Астакова. Он говорит, я не знаю, что это такое, понятия не имею. А у меня, комната моя видится, все, больше ничего. Ну, пускай смотрят, как живут странники на земле сей. Да, я говорю, эта комната одна на весь Советский Союз. Присаживайся к карточнику, приезжает мэр города и в частную собственность отдает. Это вообще... И знаете, в чем дело было? Я же за вами не успел, я же с вами ходил туда. К этому городской-то вот этой, которая была, голубая вот эта. Я же туда, и я не успел на одну секунду. Вас посадили в Волгу, я же не думал, что вас на Волге повезут. Я думал, пешком пройдемся. И я пока через дорогу перебежал, вас посадили, и я побежал туда, к вам. А когда побежал к воротам, Волга уехала, а вы там остались. Ну и потом я там начал первое дежурство. И так я не попал в кадр. Сейчас жалею, думаю, ну господи, как же так. И я понял, не надо нигде опаздывать. И больше я не опаздывал ни разу. Сколько мы ходили с вами в тюрьму, я ни разу не опоздал. Вот так. Поэтому, в общем-то, и получилось, что до конца тюрьму и отбыл. Я когда готовился пойти к смертникам, а тогда еще смертный приговор был. И был такой Мастерич один. Он сколько даже, ну свое, по камере, сокамерника, натащил ручку этой. И разрезал, задушил его. И печень все съел. Севастьян его знает. Ну, я там хотел пройти там, чтобы по этим людям. А начальник тюрьмы еще-то, не знаю, говорит, пока я здесь, вы там не будете никогда. Ну, это опасно там. Ну, ладно. Я сразу пришел к прокурору края, он генерал-лейтенант. Он говорит, а, вопросов нет, завтра пойдете. Я прихожу, он там стоит. Меня ждет генерал, прокурор края. Параскун Юрий Федорович. Ну, и все, говорит, двери открыты, идите там. Ну, я пошел туда, они просто так открыты. Отдельно внизу, там закрыто, и закрытые офицеры сидят и с собаками. Ну, и я пошел. Когда я был, уже этого не было. Уже мораторий на смертную казнь в объявлении. Ну, да. Я был в этом подвале, внизу меня водили без вас уже. Там сидели как бы террористы. Один мусульманского такого вида, а другой парень как бы, ну, русского. Говорят, это террористы. Поговори, я их сделал. А Севастян, Севастян что-то, не знаю, или я читал, что он это специально сделал, эту печень достал, он ее как бы не ел. А только это, сварил, по-моему, или поджарил. Но, говорит, он ее не ел. Ну, специально, чтобы в дурку его определили, вроде бы. Ну, а кто его знает. Ну, да, я тоже так думаю. Вариантов-то много. Даже в Библии он эту вариант дают. Ну, да. А тут что, такой случай страшный. Ну, вот так вот. Ну, ладно, Игнать, Игнать, помоги, Господи. Так он мне похвалился, говорит. Я вышел, говорит, по этому. Ну, и разговаривал с кем-то еще с кем-то. А, этот, Гусеин-то, Рустик-то. А, я, говорит, с Дубном поговорил. Так хорошо поговорил. Серьезный мужик. И кому-то он еще звонил. Я-то не стал с ним разговаривать-то. Ну, и он тогда вокруг, давай, чтобы меня расшевелить. Ну, а я нет, никак больше. Ну, и когда стал дальше рассылать пасхальное там стихотворение, послал я ему. Он, похоже, ничего не читает. И все время там где-то найдет, там что-нибудь на меня кидает. Ну, а такие не нужно. Всякие там где-то кто-то убил, задавил. Там у Гитлера. Или что-нибудь еще такое. Коммунисты. То есть его вот эта вот сторона мучает. И хотел по теряйку приехать. Я говорю, разве можете опускать куда-то? Никак. Нет. Нельзя. С тобой в одной комнате ночевать нельзя. Ты у Волгорода. Вы совершенно правы, Игнатиныч. Я просто соприкоснулся с ним. И все. И говорю, давай затихнем. Говорю, немножко помолимся. Ну, как бы все. И я не вижу, чем тебе помочь. Все, уже понятно. Господь поможет. Если даст. Если будет воля его. Я ему про Фому, он мне про Ерему. Я говорю, ты отбиваешься постоянно. Я тебе говорю, надо быть милостивым. А у тебя одно жестокое сердце. Только жестокое. Ребятишки играли. Он второй этаж. И футбол прямо к нему залетел. Он его выбросил туда. А они вроде камушками стали кидать. Ну, я, говорит, как распек. И голову поотрываю родителям вашим. Ну, и там на них. Да. Ну, как-то вроде я говорил без мата. То есть он с матами еще говорит. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Грехи наши тяжкие и не верю в благодать. Да. Благодарю, что позвонил. Это я вас благодарю. Игорь 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 Игорьевич. Вот Сергея-то оказались мои трехтомники. Говорили нету-нету. И сейчас, которые присылали деньги издать. Я уже с Еленой поговорил. У нас сегодня приезжало, чтобы кто жертвовал. Сегодня рассчитать, пока есть возможность. Ну, я... А вы про меня-то не забыли? А что про тебя? Ну, у меня на чердаке 250. Не забыл, не забыл. Это уже надо смотреть. Я ей дал примерно 40 экземпляров. 40 трехтомников. А уже поступали деньги. Вот 52 человек. Я говорю, а тебя просто так прислали. Я говорю, лишнего нет. Но мне, чтобы не быть, должен. Сейчас же им все переслать. Если у кого сумма больше, и скажет два. Два пошли. Здорово. Но если что, у меня тут еще штук 250 пачек. Да ну, откуда столько-то? Ага. А, ну разделить надо на три. И тогда сколько? Ну да, на три, конечно, да. Ну, это да. Ну, сейчас... То есть 80 комплектов где-то еще? Сейчас корректуру ведут в первый, второй том. Там и третий вроде бы. Буквы Е в Ё превратить, где надо, и все. А, кстати, Игнатинович, у меня еще всяких разных. Там 28-е томы, там 20-е томы. Ну, там много тоже. А, вон как. А ты мог бы кого-то послать и переписать? Какой том, сколько? Так, а у вас где-то есть? Нет, уже ушло. Ушло где-то и потеряно. Мне надо бы, чтобы знать, чего нету. Ну, переписать... Сергей может его... Я переписывал тогда. Ну, да. Володя в том году переписывал, позатом переписывал. Может быть, надо привезти их просто? Похоже, привозили оттуда, и поэтому там другое сейчас число. Другое. Это от Игоря Третьякова. Еще лет пять назад он мне передал. Или больше. Я, видишь, опыт имею. В одном месте держать опасно, как якобы. Разбил два стана. Я поэтому в разных местах. И вот этот немец, который был-то, он... Я кажется, ему тоже там по согласию. Это он пил и где-то помер. Но у меня первых томов нету. Первых вот этих льняных томов нету. У меня только вот эти, начиная с 13-го, по-моему. Да, с 13-го нету. Ну, надо узнать, чтобы я знал. Я сейчас знаю, сколько у меня, где, в каком месте. Бумажку взял, по ней сразу. Да я и сам, наверное, перепишу, что там кого-то задействовать. Ну, смотри, хорошо бы переписать-то. У меня бы я... Она была прям там. Я написал бы в двух экземплярах. Один здесь, а другой в трапезной. Ну, я там перепишу. Хорошо, сделаю, конечно. Ну, все тогда, с Богом. С Богом, спаси Христос. Благодарю, спаси Христос. Христос воскресе. Воистину воскресе. Ух ты. Ну, всего хорошего. С Богом, спаси Христос. С Богом.